Невротические расстройства – это не вопрос лечения. Это вопрос изменений в жизни человека. Я не могу за людей менять их мужей или отношения к мужам. Понимаете? Весь парадокс. Что может психотерапия? Если хотите, давайте об этом поговорим на последнем занятии. Что может психотерапевт? Психиатр, он, конечно, красавчик. Он может выписать тяжелые бензотепины, и человеку станет легче. Но если мы говорим про именно психотерапию невротических расстройств, это очень сложное явление. Потому что мы фактически не можем ничего. Мы как бы пытаемся инициировать в человеке изменения посредством диалога. Можете представить? Это как вообще бабка-ворожилка. Потому что если мы еще, например, можем объяснить людям концепцию вегетатики, паники, чтобы они не пугались, чтобы они не переживали, и за свое здоровье работали с фобией, работали с избегающим поведением, тут хотя бы есть какая-то конкретика. Тут хотя бы есть какое-то понятие, что человек считает, что вегетатика – это смерть, смерть-то, и вот он весь в тревоге по этому поводу. Объяснили, показали упражнения, разживали. Тревога небольшая, немного тревога спала. Но базовая вот эта история, которую мы разбираем на сезоне, вот кому хочется, идите на 15-й сезон, не пожалеете, там будет очень много такого прям мотивирующего спича, и критического мышления, и работы над интеллектом, и эмоциональным в том числе интеллектом, будет реально очень полезно. Причем туда придут люди, даже которые не знают слова невроз. У них слово невроз вызывает некоторое такое непонимание. Но они приходят, придут туда работать, учиться со своими эмоциями, осознавать себя, людей, то, чем занимается эмоциональный интеллект, развивать критическое мышление. Поэтому я не могу, понимаете, вот пришла девушка в группу, или мужчина, сел, и говорит, здрасте, ну чё? Я говорю, чё? Он говорит, ну лечите меня. Я говорю, заебись. Я говорю, ну а что происходит, собственно? То есть, понимаете, тут надо понимать, что это вы вышли замуж, это вы женились, или вы не женились, или не вышли замуж. Это вы относитесь как-то к обстоятельствам, и вы находитесь там, в том городе, в котором вы находитесь. Это вы работаете на той работе, на которой вы работаете. Это первое. Второе, это вы относитесь к обстоятельствам таким вот образом. Это вы принимаете решение считать это важным. Вот как, например, психотерапевт, как я, могу вылечить ваше собственное желание придавать этому значимость? Вот с точки зрения слова лечения. Никак. Я могу лишь попробовать подвергнуть это сомнению. То есть, когда мы говорим о лечении неврозов, очень важно быть честным с аудиторией, и очень важно быть честным со своими пациентами. Потому что не должно быть такой, знаете, иллюзии под названием «я сейчас приду, и меня полечат». Нет. Нечего лечить, понимаете? Лечить нечего. Это вопрос всегда исключительно, сори, исключительно вопросов отношения, либо обстоятельств. Я не поменяю за эту женщину вот эти обстоятельства, и я не поменяю за вас ваше отношение. И уж тем более я за вас не приму решение, уж тем более я за вас не наберусь мужества, я за вас это не сделаю. Поэтому, когда мы говорим об эффективности психотерапии, когда мы говорим о результативности психотерапии, здесь часто подменяются понятия снятия тревоги через оповещение и сам психотерапевтический процесс. Вот, например, мы разбираем кейсы. Вот мы видим некоторую проблематику. Вот открывается проблематика, но мы же понимаем, что от того, что человек, например, понял, что у него там как-то вот так выглядит ситуация, и вот он как бы говорит, да, действительно, вы правы. Вот он так вот увидел ситуацию, но разруливать-то ситуацию кто будет? Явно не психотерапевт. Понимаете? Потому что где-то есть ситуация, которую нужно разрулить по факту, где-то надо потерпеть, где-то надо переждать, подождать, где-то надо перестать придавать этому такое значение, где-то надо договориться с собой, объяснить самому себе, где-то нужно принять жёсткое решение, где-то нужно будет за это решение заплатить какими-то моральными издержками, да? То есть, это очень важный момент такой, понимаете? И за вас, за вас это никто не сделает. Я уж тем более. Я могу лишь показать дорожную карту, да, как она у тебя выглядит, а задать тебе вопрос, а ты вот как бы планируешь менять отношения? Или давай вот посмотрим, как можно менять отношения? И вся когнитивно-поеденческая терапия, и весь такой вот большой, обобщённый метод, который называется эмоциональный интеллект, совокупность методов, я бы так сказал, тоже не сделает чудес с людьми, потому что даже последние исследования, там, в области диетологии, в области кинезиологии, в области спортивной медицины, в области спортивной фармакологии, не сделают из человека красивое тело, пока он не возьмёт себя, блядь, в руки, не начнёт ебашить в спортзале и держать правильный рацион питания и правильно восстанавливаться. Вот, эти все открытия, эти все методики, они все будут абсолютно бесполезны до тех пор, пока не будет вами проделана работа, пока ваше тело не будет принесено в спортзал и это тело не будет выкладываться на 110% от максимума, каждый раз преодолевая себя. Вот тогда у вас всё получится. Если вы на это не способны, значит вы на это просто не способны. Иначе принимаем своё тело таким, как оно и есть, стараемся как-то минимизировать его разложение, отвисание, блядь, жира, там и прочие, и шляпы, и старение, и увядание. Ну, хоть как-то пытаемся минимизировать, но не факт, да? И принимаем себя с такой жопой, с такими сиськами и так далее и тому подобное. Чего тут париться? Нет плохих и нет некрасивых, есть разные все, да? Не надо себе просто голову этим забивать, потому что если человек не способен регулярно заниматься, не способен регулярно держать рацион, он просто не способен морально, но по определению, то никто его не заставит. Никакие книжки, никакие блогеры, мотиваторы и так далее. И когда эти люди приходят и задают мне вопрос, как захотеть хотеть, я понимаю, что это бесполезно. Потому что когда человек способен добиться результата, он не задаст вопрос, как захотеть хотеть, понимаете? Он задаст вопрос, слушай, у меня не получается вот здесь по тренировке, или у меня не получается здесь по питанию, или вот как лучше здесь. Или он скажет, да, у меня был какой-то там перерыв, я там сорвалась, там и так далее, но я продолжу. То есть человек будет сработать над ошибками, но к цели-то он идти будет все равно. Да, не без ошибок, да, не без препятствий, да, не без каких-то вот там преград и разочарований, но пойдет к цели, он ее добьется. У него реально будет хорошая фигура. Это касается, что спорта. Что касается неврозов, все то же самое. Есть люди, которые не способны в принципе работать над собой. Но вот в принципе не способны. Кому что дано, понимаете? Вот кому-то дано преодолевать себя, кому-то не дано преодолевать себя. Но такой вот характер, но такой вот человек, понимаете? Кому-то дано хорошо приспосабливаться. И этот человек, в принципе, вся его терапия, эфтическая стратегия будет выстроена из приспособления. Потому что не всем нужно преодолевать вот эти препятствия, понимаете? Не всем нужно там махать шашкой, уезжать там с челноком в Москву со словами я, значит, начну все сначала. Не всем. Не всем это нужно. Понимаете? Не всем нужно быть одинаковыми. Каким-то людям надо приспособиться и принять те обстоятельства, которые есть. Каким-то людям. Какие-то люди не способны поменять свое отношение, потому что их гордость, их эго, их вот болезненное там нарциссическое и истерическое расширение, оно не способно в принципе принять какие-то вещи. Человек не может. Возможно, потребуется время, возможно, потребуются какие-то ситуации в жизни. Может быть, люди, может быть, возраст опять же. То есть, не нужно обнадеживать себя тем, что неврозы вообще лечатся. Неврозы не лечатся. Неврозы – это характер. И возникает вопрос, а что надо, чтобы изменить характер человека? То есть, давайте честно поговорим об этом. Что мы можем сделать, чтобы поменять характер человека? Если человек был говном, что надо сделать, чтобы он перестал быть говном? Мне просто интересно. Или человек там… То есть, не все люди могут вот очень ярко трансформироваться, да и не должны. Наша задача просто понять, что вот есть у тебя в жизни тревожное расстройство. Расстройство. Есть. Окей, приняли его. Есть у него в жизни тревожное расстройство. Следующий вопрос. А как я себя тревожу-то? По поводу чего я тревожу? И самое главное, вот здесь самое, на мой взгляд, методологически, стратегически верное, это понять, по поводу чего я так себя тревожу. Если по поводу социума – хорошо, понял. Если по поводу будущего – хорошо, понял. Если по поводу требований к окружающим – хорошо, понял. То есть, главное – это понять, вот почему я кейсы веду, вот эти наши с вами. Потому что, главное – это понять, что происходит. То есть, самое главное – это понять, что происходит. По поводу чего я тревожусь. Вот если вы это хотя бы поймёте, дальше начнётся философский вопрос выбора. То есть, это не надо лечить. Надо просто сесть самим собой, наедине и сказать, ебать, Петровна, ну и что мы будем с этим делать? Понимаете? Или Михалыч, блядь, ну и? И начать пытаться вести с собой диалог. Соотносить его с реальностью, соотносить его со своими возможностями, со своими реальными перспективами, блядь. Но если у тебя, сука, нет образования, общения какого, и ты, блядь, два плюс два сложить не можешь, такой хуй ты попрёшься в Москву, блядь, шашкой тут махать со словами, я сейчас Бэтмена, блядь, всё тут заработаю. Но может быть, можно придумать что-то более реальное. Понимаете? Вот, это важно понимать. Надо всегда уметь взвешивать свои силы. Раз. Надо уметь отталкиваться от обстоятельств. Два. Вот кто-то, вот Татьяна, да, например, пишет, вот кто-то может поменять всё кардинально. Но у меня были в терапии люди, которые кардинально меняли свою жизнь и так далее. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, что лечение невроза не существует. Понимаете? Невроз не лечится. Это вопрос про характер. Вот. Вот. Это, нет, агорофобия не может быть без тревожного расстройства. Потому что агорофобия сама по себе входит в тревожное расстройство. Вот. Поэтому я хочу, чтобы вы это поняли. Либо оно может быть на фоне какого-то другого расстройства, но не невроза. Вот. Я хочу, чтобы вы поняли вот это самое главное. Не лечатся характеры. Есть только попытка. Все поняли? Кто понял, плюсик поставьте. Есть попытка понять, а что я так себя довожу-то? Это раз. И, ну, это более просто. Здесь вот как раз-таки задача психолога и консультанта, она в большей степени вот здесь как раз. Показать человеку, а в чем его базовая тревога. Почему люди приходят к психологам, к психотерапевтам, почему люди приходят вот к нашим коллегам, к моим. Они приходят хотя бы для того, чтобы понять, в каком поле создана их тревога. Хотя бы в каком поле. А дальше уже это вопрос очень-очень абстрактный. Ни один психолог не может за клиента решить вопрос с женой. Согласны? Согласны? Ни один психолог не может за вас решить вопрос с мужем. Но если у тебя муж, долбоеб, блядь, ну как психолог за тебя этот вопрос решит? Никак. Если у тебя не хватает денег от зарплаты до зарплаты, как за тебя это психолог решит? Никак. Если ты, блядь, конченая истеричка и все хочешь, чтобы было по-твоему, как за тебя психолог это решит? Никак. Мы можем только показать вам те реалии, где ты себя как-то ведешь. мы можем показать вам те важные точки, где ты перебарщиваешь, где ты находишься в противоречии. И если вы способны, то вы увидите это, скажете, да, Леш, ты знаешь, действительно, что-то я поняла, что вот здесь я как-то перебарщиваю. А подскажи, как вот здесь можно сделать так, чтобы лучше с собой договориться? Уже пойдут вопросы методологии, чтобы человек поймет, что вот здесь он перебарщивает, а вот здесь он не может принять решение, а вот здесь он там преувеличивает. И вот тут начинается работа. Но есть люди, которые в принципе эту работу не хотят и не способны выполнять. Они, знаете, как в доме Дауна, глазами хлопают, а я умру от ВСД. Ты, блядь, сколько десятый раз вот это все начинаешь. Они говорят, да, а кстати, ВСД это для сосудов опасно? И вот здесь возникает, понимаете, самая вот такая грустная история. Грустная, она заключается в том, что, как сказал один мой коллега, да, Дмитрий Викторович, не все йогурты одинаково полезны. Но это сказал не он, это сказали в рекламе, он это перефразировал в концепции тревожных расстройств. Не все йогурты, понимаете, одинаково полезны. Не все люди могут не вылечиться от невроза и там нечего лечить. Не все люди могут работать над собой. Давайте вот так. Ровно так же, как не все люди могут прийти в спортзале и добиться результатов. Давайте будем честны. Да, я глубоко убежден, что каждый может справиться с паникой. Знаете почему? Потому что панические атаки это привычка себя пугать от незнания. Поэтому, если человек хорошо образуется с помощью знаний правильных, да, вот на базовом курсе у нас есть как раз вот этот набор знаний. Базовый курс на сайте красиковалексея.рф есть. Он дешевый, пожалуйста, пользуйтесь. В любое время его можно посмотреть. В любое время. Ночью. Он записан уже там шесть уроков. Вот эта база знаний плюс упражнения, которые надо сделать, чтобы перешагнуть через свой страх, чтобы доказать себе безопасность. Все. И вот с паническими атаками работать очень просто. Понимаете? Очень просто. С паническими атаками, с агорофобией. Объясню, почему просто. Кто догадается, почему просто? Паника, навязчивые мысли, агорофобия, ну, хотя бы даже ипохондрия. Почему просто с этим работать? Как вам кажется? Роберт, сделай себе пометочку, что вот этот спич, его надо будет вырезать, и нам на канал вырезать, я скажу, когда стоп. Хорошо? Потому что хочется, чтобы ребята это услышали, потому что это очень важно. Потому что такое, чтобы не было недопонимания вообще о том, что такое психотерапия. А психотерапевты не наебывали население. Понимаешь? Как будто они боги, блядь, сейчас я заплачу вам 10 тысяч рублей за консультацию, и моя жизнь изменится. Нихуя ваша жизнь не изменится, понимаете? Не изменится. 30 заплати тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, ничего мы с тобой не сделаем, потому что это твоя жизнь. Давайте будем честными с нашими пациентами, блядь, и честными с нашей профессией. Сколько можно, блядь, обманывать людей, блядь? Приди ко мне, блядь, пройди 5 занятий, тебя вылечу, что за наебалово, блядь? Как так можно? Ты можешь сказать честно человеку, что мы попробуем разобраться, в чём у вас возникает тревога. Раз. Второе. Если это не касается паники, да, я попробую вам объяснить, как с этим можно поступить. Но будете ли вы, блядь, принимать решение, будете ли вы как-то переосмыслять своё отношение, я не знаю, понимаете? Я не знаю. Вот. Так вот, почему же просто вот панические атаки, страх за панику, адреналин, почему это проще? Нет. У нас сегодня последний урок, только не так много онлайн, будут смотреть в копии все в основном. Но тем не менее, объясню, потому что зрители будут на ютюбе смотреть. Когда мы говорим о панической атаке, когда мы говорим об агорофобии, когда мы говорим про импохондрию, про навязчивые мысли, и ритуалы, они вот на виду, понимаете? Вот они. Вот проблема. Вот она. У меня на улице возникает паника. Или, например, у меня там экстрасистола. Это проблема конкретно. И она более понятна человеку, понимаете? Она более конкретно сформулирована. Надо делать упражнения, надо вот ходить и преодолевать там свой страх. Он конкретный. Поэтому справиться с паническими атаками, с агорофобией, и вот с этими базовыми вещами несложно. Потому что это конкретно. А вот когда мы говорим про работу над собой, что вызывает тревогу, когда мы говорим про так называемый характер, так называемые принципы, скажите, Алексей, сколько мне потребуется времени, чтобы избавиться от моих принципов, блядь? Вот как вам кажется? Можно ответить честно клиенту. Чтобы не пиздить людям, а честно. Я скажу честно, если я скажу, я не знаю. Они говорят, вы плохой психолог, я к вам не пойду. Вы заставляете нас врать вам, понимаете? Вы задаете вопрос психологу, психологу, сколько мне нужно консультаций? И вам начинают врать. Потому что ни один психолог не знает, сколько вам нужно консультаций, чтобы поменять ваши принципы. Надеюсь, все меня понимают правильно здесь. Сколько мне потребуется занятий, чтобы вылечиться от неврозы? И вы заставляете нас врать. Мы не знаем, сколько тебе потребуется занятий, чтобы ты избавился от своих, чтобы ты пересмотрела свои принципы, чтобы ты попробовала поменять свои отношения. Сколько мне нужно времени, чтобы я изменила свои отношения к мужу? Как вам кажется, как можно ответить на такой вопрос человеку? Поэтому я хочу быть очень честным со своей аудиторией, честным со своими клиентами. Это базовые вещи, без которых невозможно вообще психотерапии. И с этого должен начинать психотерапевт свою первую сессию. И я глубоко на этом настаиваю, что вы не должны обманывать людей. да, какое-то количество людей от вас уйдет. Потому что скажут, ну это какой-то странный психолог. Вот там, я не знаю, Василий Иванович мне сказал, что 5 сессий мне хватит, чтобы я избавилась. И к нему пойдут. Возможно. Возможно к нему пойдут, потому что там есть конкретика. 5 сессий. Но если мы... Это не про панические атаки сейчас, это про неврозы, понимаете? Но есть же вещи гораздо более важные, чем деньги. В этой профессии уж тем более. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, если вы хотите справиться с тревожными расстройствами, мы сейчас не берем симптоматику, да? Я хочу, чтобы вы поняли, что если мы убираем панику, уберем про невроз, никто за вас эту внутреннюю работу не проделает. Понимаете? Не проделает. И хер его знает, сколько вы эту работу будете проделывать. У меня, знаете, сколько было кейсов за мои 11 лет практики, когда работаешь с человеком, работаешь, 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 но не выходит, сука, каменный цветок, но не выходит. Не хочет она, сука, менять свое отношение, блядь. Ты хоть бери стул, блядь, в нее в кабинете и кидай в голову, блядь. Не хочет она менять свое отношение. Я ничего с этим сделать не могу. И так, блядь, и так, и так, и эдак. Ничего ты с ней сделать не можешь. Проходит какое-то время, она приходит, ты знаешь, я так посидела, что-то подумала, а ну его в жопу. Ну, я сейчас утрирую. Понимаете? В жизни так бывает. Я просто хочу с вами на одном языке говорить. Борой происходят такие трансформации внутри человека, где как бы ты не особо-то и прикладываешь таких вот ярких усилий. Поэтому я знаю, что когда ко мне клиенты ходят на занятия, на сезоны, когда они ходят, когда они ходят, смотрят лекции, может казаться, что как бы ничего не происходит. А знаете, сколько было обратной связи, когда люди там сезон прошли, прошло там один-два месяца раз, решение как-то само пришло. Прошло один-два месяца раз, и как-то стало по-другому. Потому что вот та информация, которая скомпилирована на сезоне, она не такая яркая, как, например, там техника проживания панической атаки. Она более, знаете, такая методологически разная и глубокая, и как семечки такие, которые в вас засовываются, и в какой-то момент они прорастают. У кого-то они раньше прорастают, у кого-то они позже прорастают, но происходит следующее. Вы просто в какой-то момент принимаете решение для себя, и вы потом, через только четыре месяца не пишете, Леша, спасибо тебе большое за сезон. Я только сейчас поняла или понял, и там поговорила, или там сделала что-то, и так далее. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, не заставляйте вас обманывать. Не заставляйте вас обманывать о том, что вас можно вылечить. Вы не больны. Не заставляйте вас обманывать, что это можно сделать за несколько занятий. Не заставляйте. Иначе на вас только будут зарабатывать. Поймите одно, ни психолог, ни вы не знаете, сколько вам потребуется времени. согласны? Чтобы поменять свое отношение либо обстоятельства. Возможно, никогда этого не случится, потому что если бывают в жизни всякие ситуации, понимаете, вот живет человек глухой, глуши, понимаете, он не может ни вылететь, ни уехать, обстоятельства так сложились, ему придется задаться вопросом, как мне принять это. И тут нам помогает таким людям книга Виктора Франкла «В поисках смысла» она называется, где Виктор Франкл писал о последней человеческой свободе, свободе выбора отношений. Если у тебя совсем жопа, блядь, и ты, понимаешь, в освенцуме, и ты в одиночной камере, голый, блядь, выебанный в жопу немцами, блядь, водосточной трубой, все равно у тебя есть выбор, как к этому отнестись, понимаете? Сколько потребуется на это время или сил моральных, я не знаю. Поэтому надо быть честными со своими клиентами, честной с аудиторией, ни один психотерапевт, блядь, Пупкин, Хуюбкин, блядь, с красным дипломом, с зеленым, не может сказать, сколько вам нужно занятий и что с вами делать. Он не знает. У него есть набор методик, набор неких диалогов, которые сначала помогут эту проблему как бы вычленить, помните, да, я сказал, как бы на поверхность поднять, а вот дальше начнется самое непонятное под названием «Хм, вы знаете, что вы будете с этим делать?» Следующий набор методик мы попытаемся поменять вам, помочь вам поменять к этому отношения, либо помочь вам принять какие-то решения. Мы просто попытаемся вам намекнуть, а ты не хочешь посмотреть вот так, а ты не хочешь посмотреть вот так, а ты бы не хотела посмотреть там как-то вот так, а может быть так, мы намекаем, инициируя размышления, но есть люди, которые вот узколоба, блять, просто не хотят понимать, думать и решать, и мы ничего с ними не сделаем. Поэтому, когда про моих коллег пишут, я ходила там в Голопупинку, мне не помогло, Голопупинка там светила психотерапией, я говорю, а почему здесь Голопупинка? Я не могу заочно сказать, что Голопупинка плохой, потому что мне возникает вопрос, а что, в чем проблема-то? И она приходит на терапию, говорит, Голопупинка, блять, с Иваном Ивановичем, такие, блять, сука, дорогие, некомпетентные, блять, помогите мне, я слышал, вы можете. Начинается терапия, вытаскиваем проблему, это слишком высокое требование к окружающему миру, к людям, там, из-за сильной обиды на отца, да? Ну, начинаем работать, но еще вы хотите. Конечно, вот так просто с кондычка эту обиду там не закрыть. И бывает так, что это очень долго, надо говорить про эту обиду, плакать про эту обиду, вспоминать эту обиду, проживать эту обиду. И потом, когда это все разрядится, может быть, она поменяет свое требовательное отношение к окружающему миру. Понимаете, на что способна психотерапия, на что она не способна? Она не способна практически ни на что без вас вообще. То есть, если феназепам способен вас просто тупо вырубить без вашего желания, то мы не способны поменять ваше отношение, мы способны инициировать процесс, не более. Я хочу, чтобы вы это честно понимали, чтобы вы не надеялись на какие-то, блядь, исцеляющие исцеления. Я хочу, чтобы вы взяли ответственность за свои, сука, руки, посмотрели на себя в зеркало и задали себе один простой вопрос. В какой сфере у меня проблема? С которой я не могу, сука, договориться сам с собой или там сама с собой. Это первое. А второе, что, сука, для этого надо сделать мне? Все. И никакой больше психолог вам в жизни не понадобится никогда. Потому что есть еще одна категория моих коллег. Это самый пиздец-пиздецкий. Когда вытащили, приходит тревожный пациент, желательно, чтобы он был инфантильный очень, с тревогой, вытаскивается проблема зависимости, вытаскивается проблема несамостоятельности, полная привязанность и так далее. Психотерапевт начинает место честной, прямой, жесткой порой правды, где человек должен стоять перед ответственностью перед своей жизнью, начинает поглаживать и мурлыкать сука по головке. Все будет хорошо, ты справишься, я тебе помогу, расскажи, как прошла неделя, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И, конечно, она успокаивается под это ебаное мурлыканье. И она будет ходить год, два, три, четыре, блядь, пять, потому что это фактически та же самая привязанность. Человек подсел на снятие тревожности с помощью мурлыкания, блядь, все. Я не хочу вас обманывать. Почему меня многие не любят, блядь, и в коллеге тоже, потому что я правду говорю. Алексей, как вы можете, блядь, ебать, могу, потому что я не хочу людей обманывать. Я вот как в одиннадцатом сука году на YouTube пришел и сказал врачи, вы ебанулись, блядь, со своим ВСД. И я не боялся это говорить. Меня там говном кидали с одиннадцатого года. Потом пригласили на кафедру здравоохранения первого меда, правда. Рассказывать про ВСД с паническими атаками. Было очень интересно и очень полезно, кстати. Спасибо большое за приглашение. Надеюсь, в нашей стране изменятся многие вещи. Я не хочу врать ни аудитории, ни населению, ни пациентам, потому что многих денег последних нет, понимаете? Они, блядь, мне пишут письма, а Алексею мне 5500 нету, чтобы ваш курс посмотреть. Я устал вот читать все эти письма, эти наебалово, блядь, профессиональные. Я хочу, чтобы клиенты ставились сразу на первом занятии перед фактом, что есть тревожное расстройство, в чем есть поэтапная работа. Пришел с паническими атаками с ВСД, в кавычках, запутанный за непонятный в страхе за здоровье, прошел образовательный курс, поработал над своими привычками пугать себя, справился с этой проблемой. Второй шаг. Хочешь узнать, почему у тебя вот эта вообще тревога, что за ситуация, если ты сам не понял? Да, иди дальше, блядь, иди на сезон. Пришел или там куда-нибудь еще, вычленил обстоятельства и задаешь себе вопрос, что я буду с этим, сука, делать? Не Алексей, вылечите меня, а что я, блядь, сука, буду с этим делать? Если это жена, что я буду делать с женой? Если это муж, что я буду делать с мужем? Если это бабло, что я буду делать с баблом? Если это будущее, что я буду делать с будущим? Если это отношение к миру, как я буду это менять, как я это, сука, буду делать, а не за меня это буду делать? Если я, вот хороший пример, если клиентка не умеет жить без родителей, сколько ей потребуется время, чтобы научиться? Может никто что-нибудь сказать об этом. Просто интересно очень. Чего-то я в этом сомневаюсь. Да? А люди спрашивают. Алексей, когда я вылечусь? И они хотят, чтобы я им соврал. А если я скажу правду, они от меня уйдут. Пусть скажут, о, это дорого и долго. Вот мне Пупкин сказал, что это всего лишь 5-7 занятий. Понимаете? Если клиентка не способна жить без родителей, ебать, как можно ее обманывать? Я ей честно скажу, скажу, Люся. Я говорю, давай честно. Вот есть такая у нас проблема. Вот у нас есть проблема. Ты с детства не очень привыкла жить там самостоятельно. Согласна? Говорит, согласна. Я говорю, это нормально. Это нормально, это не патология. Это окей. Второе. Люся, ты согласна, что нам с тобой придется делать маленькие шаги, чтобы научиться жить самостоятельно? Согласна. Люся, будем идти? Будем. И вот тогда мы с Люсей, взявшись за руки, начинаем вместе учиться ходить. Но я не могу ей соврать со словами, как быстро мы пойдем. Я не хочу врать ни кликать с пациентом, ни аудитории, никому. Я не хочу уподобляться вот этой армии, блядь, ушлепков, блядь, с дипломами, которые сидят, сука, сомным видом, говорят, мы сейчас, блядь, вообще ваши все проблемы вылечим. Вообще все. У меня, блядь, МГУ, красный диплом. Не обманывайте людей. Я хочу, чтобы вы понимали, что очень многое зависит именно от вас. Даже самых простых вещей про паники. Вы можете посмотреть весь контент, но если вы не будете делать упражнения, вы даже с этими простыми вещами не справитесь. Знаете, сколько людей, которые знают все про панические атаки? Прошли тренинги Пупкина, блядь, Хуюбкина, Галапупенко, все знают про панические атаки, но сами из дома не выходят. Я хочу, чтобы вы поняли, психотерапевт практически ни на что не способен. Он способен только дать вам информацию, разжевать ее и попробовать вам помочь посмотреть на текущие обстоятельства и отношения по-другому. Все. Понимаете? Все. Это все, на что мы способны. Если мы говорим про коучинг, ну, как бы про мою модель, я еще способен поставить перед вами цели и задачи, сформулированные сообща, и вас мотивировать мотивировать, сука, к этим задачам и целям, как тренер. Вот на это тоже я способен. Но если вы придете и скажете, я вчера сожрала банку сгущенки, ну и так далее, я скажу, ну хуёво, чё? Давай заново. Ну вы. Понимаете? Я хочу, чтобы вы были честными. Я хочу быть с вами честным. Давайте примем себя такими, какими мы есть и зададимся вопрос. В чем у меня тревожная история? В чем проблема? И как я хочу с этим работать? Не надо смотреть, блядь, YouTube. Не надо, блядь, читать книги. Поняли, в чем проблема? Давайте с этим работать. Все. Не надо больше никуда распыляться, блядь, искать какие-то сакральные секреты. Нет никаких секретов. Есть одно, есть какая-то сфера, в которой у тебя возникает проблема. Мы либо меняем свое отношение к этой ситуации, либо меняем ситуацию, либо балансируем. Где-то ситуацию поменяли, где-то отношение, где-то ситуацию, где-то отношение. И мы постоянно что? Уравновешиваемся жизнь и движемся навстречу, вы знаете, под названием неопределенности. Все. Вот мы в этой неопределенности кайфуем. Потому что всех нас закопают по-любому. Это не вопрос, что этого не будет. Вопрос, когда. Просто надо попробовать пожить эту жизнь интересно и весело. Роберт, тут можно ставить точку. Спасибо вам большое. Простите за эмоциональность, но очень хотел, чтобы было честно, откровенно, что-то накипело. Спасибо, что выслушали. субтитры, Продолжение следует...